Можно смело сказать, что дом культуры превратился во дворец, современный. По первоначальному плану реконструкции, реставрационных работ не планировалось. Однако строители все же сохранили аутентичность исторической постройки. В ходе капитального ремонта и реконструкции было принято решение оставить максимально все лепные декоры, гобелены, всю ту первозданную архитектуру, которая была в 54-м году. Никакого тебе хай-тека и модного сейчас минимализма. Все осталось прежним. Потолочная живопись, лепной декор, классические входные группы арочного типа. Визитные карточки любого дворца культуры зрительному залу тоже оставили классический первозданный вид. В зрительном зале наследие великого культурного советского прошлого сохранено почти полностью. Здесь даже отреставрировали барельефы, прославляющие людей труда. Изменилась только посадка зрителей. Раньше они сидели, как в школьном актовом зале, все на одном уровне. Теперь зал выполнен в форме портера, то есть задние ряды приподняты над передними. Таким образом передние не загораживают обзор задним, прям как в римском колизее. Но если внешняя форма осталась классической, то внутреннее техническое наполнение самое современное. Заменен свет, звук, установлены пульки последнего поколения, дуплексная система связи, трансляция происходящего в гримерные помещения. Все как в профессиональном театре. Теперь в здании есть даже грузовой пассажирский лифт. Единственное архитектурное изменение в планировке, которое вызвало много пересудов у жителей, коснулось веранды. Раньше она была открытой и выглядела вот так. Теперь же ее убрали внутрь, пристроив к ней новое помещение. Мира эта оказалась вынужденной и дала, как выясняется, неоспоримые преимущества. За счет веранды у нас появилось четыре больших класса, просторных и светлых. И если веранда у нас последние 25 лет пустовала, туда просто никого не пускали, поскольку это было опасно для жизни. Здесь будут заниматься дети с утра и до вечера. Здесь будут и занятия английским языком, и много-много других занятий. Только бесплатных кружков в Доме культуры будет день. Среди них драматический, под эгидой театральной студии ТВИТ, оркестровый, под руководством Владимира Глейхмана, хоровой. Тут разместятся военно-патриотический клуб «Застава», рок-клуб и многие другие. Ну и, конечно же, хореография. Без нее в искусстве никуда. Игорь Турукин 13 лет руководит танцевальным спортивным клубом «Звездный вальс», который базируется в Доме культуры со дня своего основания. Ему реконструкция открыла новые творческие возможности. Помимо спортивных и вальных танцев, мы еще открываем в этом году хип-хоп. Хотим такую бурную деятельность развить. Социальные танцы для взрослых, там, сальса, бачата. А в новом дворце культуры как раз позволяет места, потому что уже достаточно много места. Вот у нас отдельные классы появились. В этом храме искусств уже полтора года не звучали аплодисменты. Именно столько длится реконструкция. И вот уже совсем скоро его двери откроются для новых артистов и зрителей. Илья Кремнев, Михаил Решетов, Ольга Садовская. Видное ТВ.